Телекомпания Веневисьон и телерадиокомпания Москва представляет Виктора Камару, Эмму Рабде, Белен Мареро, а также Даниэля Альварадо и Энри Галуя. В телесериале «Самое красивое». Продюсер Аркимедес Риверо, режиссер Рафаэль Гомес. 75-я серия. Продюсер Аримедес Рафаэль Гомес. Продюсер Аримедес Рафаэль Гомес. Что с тобой вдруг? Имя мое не понравилось? Да нет, не в этом дело. Вы ведь Сара И знаете Рикардо Знаю, милочка, знаю, по крайней мере Знаю его настолько, насколько можно знать мужчину Тебе ведь известно, что они всегда немного темнят Но его-то я знаю Может быть, даже слишком А тебе-то что до этого? Что ты призадумалась? Я что, напугала тебя? Напугала? Да нет Я ведь о вас и раньше слышала Ой, ну ради бога, не надо на вы Мы ведь вроде уже подружились Вот видишь, в туалете были вместе и поговорили Все это так, конечно, но я такого не ожидала Значит, ты обо мне знала И что же Рикардо тебе обо мне рассказывал? Он посвятил тебя в наши сокровенные дела Он рассказывал мне о тебе О том, что у вас с ним было У нас с ним было? У тебя, деточка, с грамматикой плохо Не было? Нет Есть И всегда будет Будет у нас всегда с Рикардо Но ведь он не знал, что ты возвращаешься А вот этого не надо Потому что я не возвращаюсь Я всегда была с ним Физически, может быть, мы и были на расстоянии Но все равно мы были вместе Он что, не говорил тебе об этом? Он не сказал, что я для него значу Федерико? Сусанна, нашла их? Нет, я все обыскала А если они уже встретились? Если уже познакомились? Скорее всего, они ушли отсюда Похоже Скорее всего, так оно и есть Надо у швейцара спросить Он-то должен знать, если они вышли вместе Никогда в Трапибеллу дозвониться невозможно Всегда занят Магали болтает Ну, что так и будешь молчать? Сеньора Консуэла Вы знаете, мне пора идти Ну, говори, говори Мне надо... Да уходить мне пора Надо разыскать Трапибелла И отпустить его, извелся Никуда он не уйдет Пусть здесь останется В самом деле, не зачем посвящать его в мои дела Он абсолютно прав Останьтесь вдвоем, поговорите Нет, пусть он в твоем присутствии расскажет, что с ним произошло Что случилось? Ведь в тебя стреляли, левша Можешь сказать, кто в тебя стрелял? Все готово, сеньор Ленарес Картины упакованы должным образом и готовы к путешествию Отлично Как я вижу, рассортированы они и упакованы с предельной аккуратностью Это ценнейшие произведения искусства И отношение к себе требует особого Сообразно тонкости натуры своей Произведения искусства создаются для того, чтобы восхищать чувствительные души Приводить их в тряпец Добрый день Я не помешал? Нет, вовсе нет, мальчик мой Просто у нас здесь с Егором Игра слов вышла Мне надо поговорить с тобой А ты займись людьми, которые должны доставить товар по назначению Как прикажете, господин Ленарес? Как прикажете Господин Ауреллио Ленарес А пока вы тут будете цвести и пахнуть И планы строить своего дальнейшего обогащения Я буду строить свою собственную фортуну на ваших костях, сеньор Ленарес Бэйби и Артуру Они стали настоящими врагами Проклятие Только этого мне не хватало Ненавидят друг друга лютой ненавистью Даже видеть друг друга не могут Надо с этим как-то покончить Но правду я Артуру не могу сказать ни за что Я не могу, не могу сказать ему правду Но как? Ведь Артуру... Нет, он не достоин иметь такого сына Бэйби мой Да понимаю я всё На людей ты обиделся А люди и старого человека могут обидеть, и ребёнка Но это не значит, что ты должен всех ненавидеть Ведь без людей тебе не обойтись Обойдусь Не нужен мне никто Тем более полицейский Диего, выслушай его Знаю я, что он мне скажет Не буду я жить у полицейского, и всё Не хочешь жить у полицейского? Но послушай, сынок Я тебе не сынок, мент Тоже правда Хотя, знаешь, мне бы очень хотелось иметь Такого сына, как ты Отважного, решительного Но Без ненависти внутри Без ненависти можно стать настоящим человеком Ты же хочешь иметь дом, семью Конечно Мне хочется иметь семью Но ты-то что мне предлагаешь? Вот это? Диего, соглашайся Артуру хочет тебя усыновить Поверь мне Ни за что Что, я буду жить здесь с полицейским? Да лучше я вернусь в свои трущобы Выслушай меня, малыш Послушай, что я тебе скажу Послушай меня, а сам помолчи Ты не должен так себя вести Понял? Ты ещё маленький пацан Ты что-то так завелась, мать Я уже сказал тебе Пока этот тип здесь, ничего рассказывать не буду Вот и замечательно Значит я пошёл Тем более, что мне давно уже пора Нет, нет, нет Никуда вы не пойдёте А ты сейчас же расскажешь В присутствии Рикардо Что у тебя случилось Тебе ведь от меня скрывать нечего? Да нечего мне скрывать Ну чего мне скрывать? Ну подожди Что мне от тебя скрывать? Минуточку, Рикардо Ну, говори, я слушаю Говори Ну, мне пора идти Вы должны знать обо всём, что случилось Давай, рассказывай Вы же отвезли нас в больницу И выдержали весь этот спектакль Значит вы должны узнать, что там произошло Левша, давай ради бога, рассказывай правду А то мне в голову всякие мысли лезут Подождите минуточку, подождите Послушай меня Я надеюсь, что ты никуда не влез Ни во что не вляпался Да нет, ну господи, мама Ну что ты достала меня? Спокойно, давай рассказывай всю правду Я хочу наконец узнать Почему в тебя стреляли? Ну, мам, ну несчастный случай Да, да, несчастный случай Ну не надо так, ну не надо, мамочка Тебе же нельзя волноваться Ну, пожалуйста, прошу тебя С ума можно сойти Ты же у меня весь прострелянный Господи, боже мой Ведь Габриэла встретится с Сарой Ой, Габи, Габи Мне надо было вернуться Надолго я не могу его оставлять Реки этого просто не выносит Расставание, правда, на наших отношениях никак не сказывается Новые встречи и опять все нормально Как будто и расстались только вчера Как будто всего несколько минут прошло И для него, и для меня Мы так любим друг друга Значит, вы виделись? Ты видел Рикардо? Ну, конечно, милочка И он просто с ума сошел от счастья Просто ошалел Не буду вдаваться в подробности Насчет того, что было потом Это некорректно было бы Но то, что виделись мы с ним, это факт Он ведь в аэропорту меня встречал Ждал Не мог дождаться Мне даже неловко было Хотя, знаешь, дела ведь это любовные А ты сама когда-нибудь влюблялась по-настоящему? Это же прекрасно Нет Это неправда Он не ездил в аэропорт Хотя тогда он мне сказал, что пару дней мы видеться не сможем Может быть, это из-за нее, из-за Сары Из-за Сары? Габриэла! Что ты, милочка? Да ты меня совсем не слушаешь Что с тобой? Почему ты побледнела? Я просто... Рикардо говорил мне, что... Вполне возможно Что он тебе ничего и не сказал А что у тебя с ним? Ага, понятно Ты стала еще одной его куколкой Значит, и ты не устояла, Габриэла Ты тоже попала в его коллекцию Ну вот Одной девочкой больше Ну и Рикардо Не меняется наш мальчик Влюбчив по-прежнему Но теперь кончилась его свобода Мне тебя очень жаль Я надеюсь, у тебя это было с ним Несерьезно, так ведь? Я его невеста Да что ты Что ты, киска? Какая еще невеста? Ты что, школу вспомнила, что ли? Шуры-муры с мальчиками Хотя... Ты могла влюбиться, но Рикардо... Нет У Рики нет И не бывает невест Ты меня извини, конечно, но... Я все-таки думаю, что тебе надо поговорить с ним самим Я знаю, что ты многое значила в его жизни Но я знаю и то, что теперь уже ты ничего не значишь А я вовсе не куколка Ни одна из этих его женщин О которых ты упомянула Я сейчас часть его жизни И очень важная ее часть Тебе следует это знать Так что лучше поговори с ним об этом Но я, милочка, с ним уже говорила Он сейчас счастлив, как никогда Я, конечно, понимаю Да, я понимаю тебя И знаешь, что бы я тебе посоветовала? Не строй планов насчет Рикардо Послушай, дружеский совет Кроме меня у Рикардо никого нет Я единственная женщина, которую он любит Я, правда, отпускаю его иногда подышать немного Ну, просто подышать и все Но сейчас этому конец Мне, конечно, тебя жаль Я вижу, что ты влюблена Но ты была лишь мимолетным увлечением А я была, есть и буду Я Сара Вы знаете, я все же пойду Ждать меня больше нельзя С Габриэлой мне надо все срочно решить Сын ваш дома, с вами рядом И может вам спокойно все рассказать Но без меня Подожди, подожди Сейчас он нам все расскажет И ты пойдешь Сейчас, одну минуточку Я прошу прощения Конечно, я опаздываю уже Извините меня Я должен знать, что там все-таки происходит Но ведь он И с ним уже все в порядке Рикардо, я прошу тебя Вы с ним спокойно поговорите А ты расскажи ей всю правду Ты должен это сделать немедленно Рикардо, Рикардо Я прошу прощения Что ему слабительного дали? А ты вообще помолчи Лучше скажи мне, где это тебя так подстрелили Что у тебя случилось? Мы сейчас только вдвоем И можем поговорить на чистоту Что это такое? Даже с матерью на чистоту говорить не хотят? Я что, не заслужила, что ли? Ты помнишь? Я говорил тебе о Саре О супруге моего племянника Помню Но какое отношение она имеет с нашим планом? Ты мне об этом не говорил? Ой, все какое Может, не прямое отношение, но все же Скоро я тебе ее представлю И мне очень хотелось бы, чтобы вы с ней стали хорошими друзьями У тебя это должно прекрасно получиться Мне нравятся молодые ребята, если они умные и хороши собой Все ясно Сватай, что бы ты меня Но с какой целью? Цель у нас всегда одна Власть и богатство Она нам может помочь Помочь стать еще сильнее, чем мы есть Я не сомневаюсь, что ты с твоим талантом С твоими данными Укротишь ее в один миг Давай, давай Сделай это Признайся, я не смешиваю работу с удовольствием Но если она тебе действительно нужна То я могу этим заняться Вот это моя школа, сынок Молодец Да пойми ты, Эстер Фильм о полицейских Это же страшная скука Я всем этим целыми днями у себя на участке занимаюсь Стрельба, патрулирование А ты меня опять затягиваешь в это же самое Да нет, это хорошо, мне такие фильмы нравятся Знаешь, что сделаем Ты тут рядом, вот в другом кинотеатре Фильм хороший Да ты что, я такие фильмы терпеть не могу Вот уж действительно скукотища Сначала там всякие страсти-мордасти Потом поцелуйчики разные Нет, это не для меня Что ты имеешь против поцелуев? Поцелуи отражение души Вот видишь, ты уже начал пошлости говорить Прям кино, как то, которое ты хотел посмотреть Знаешь, что действительно пошло? Сегодняшний наш с тобой выход Вот это, на мой взгляд, в самом деле пошло Вот это пошло Че ты завелся-то? Что-то ты не то стал говорить Завелся? Да ты что-то не то делаешь Ну что означает этот наш культ поход? Ты же меня просто используешь, чтобы Артура Артура подразнить Хочешь, чтобы он внимание на тебя обратил Ты что, Эстер, меня действительно за дурачка в этом кино держишь, да? Обдумай хорошенько, что я тебе предлагаю Зачем я только поддался Йоле и впутался в это дело? Ну, я человек слова, я дал его, и я никогда не отступаю назад Понял? Понимаешь это? Я мог бы стать тебя хорошим другом Я могу постараться По крайней мере Ты понимаешь меня? Понимаю, я тебе уже сказал Мне не нужны друзья Тем более отец полицейский А, такой, значит, не нужен А какой отец тогда тебе нужен? Какую семью ты бы хотел иметь? Ну, говори Я хочу уйти отсюда Вот и все, чего я хочу Уйти отсюда Уйти, говоришь? Куда пойдешь? На улицу Я тебе не понравился Ты опять под мост пойдешь Будешь жить как собака Да, как живут в этой стране тысячи детей Нет, это не дело, мальчик мой Давай подумаем еще раз О моем предложении Ты станешь моим другом Товарищем не будешь Я ведь человек одинокий Я совсем Совсем один живу А то, думаю, жили вдвоем с тобой Я бы о тебе Заботился Ну, соглашайся, Диего Он ведь такой хороший человек Ты даже замечать не будешь Что он полицейский Ну, давай, Диего Решайся Решайся раз и навсегда Остаешься у меня Да, изменилось многое Здесь ты права И Рикардо тоже уже не тот, каким ты его описываешь Это уже все в прошлом, понимаешь? А потом, знаешь, я ведь не верю Что он ездил встречать тебя в аэропорт И не верю, что не сказал тебе, что я для него теперь значу Но я тебя понимаю Тебе больно сейчас Конечно, все это причиняет боль Но он не любит тебя Это правда Он сам мне об этом сказал Так что, надеюсь, ты все это поймешь Он ведь ради меня готов забыть о своем прошлом Мог он тебе, конечно, все это наговорить Но лишь по простоте душевной Ты спустись все же с небес, дорогуша Рикардо меня любит И я это всеми фибрами души чувствую Он ведь о тебе и не обмолвился Жаль, конечно, но, думаю, он тебя обманул Очень жаль Но это неправда А я думаю Что ты сама себя обманываешь Если бы Рикардо меня не любил Он не просил бы меня выйти за него замуж А он просил у меня руку и сердце Ты понимаешь, что это значит? Я уверена, что он никому не делал предложения Да, ты права Предложения он мне не делал Потому что не может Да нет же Не потому что не может А потому что не хочет Потому что он любит меня Извини, конечно, мне надо было тебе раньше это сказать Но он сделал мне предложение И мы поженимся Ты просто потрясающе наивна, милочка И мне так жаль тебя Рикардо не делает мне предложение Потому что не может дважды Жениться на мне Я его жена Его любовница Его подруга Его половина Я его законная супруга И так будет всю жизнь Я его жена И буду ею всегда Нет Нет, этого не может быть Не может быть, Рикардо Рикардо, эта женщина говорит, что она твоя жена Но ведь это не так Она говорит неправду, правда? Рикардо, дорогой Скажи, наконец, этой девочке всю правду Не мучай, бедняжку Ну что же ты, Рикардо Почему ты молчишь? Ведь она лжет, скажи Это не так Ну ты на него посмотри Посмотри Он же не может солгать В моем присутствии Рикардо, ради Бога, скажи мне Скажи, что это ложь Это неправда Ну скажи Я тебе верю Скажи Ну говори же, говори Говори А приличие надо, между прочим, соблюдать Заболчи Ты всего добилась, чего хотела Да, Габриэла Это правда Она Моя жена Ну так как? Решил ты, наконец? Остаешься или нет? Ну соглашайся Скажи, да Ну я даже не знаю Мне еще надо подумать Ну что ты в самом деле? Ведь лучшего тебе не найти никогда Да ты что, у меня и получше варианты есть Это какие? Домой ты вернуться не можешь Значит, куда тебе еще идти? Что это вы там шушукаетесь? Ну так как Артуру, знаешь, извини, но он еще никак решиться не может Пойдем, Юли А не то попадем в ловушку Артуру, мне надо его убедить А потом мы вернемся Ну хорошо, хорошо Открой нам Извини меня, конечно Но я не люблю ментов Ладно, это мы еще посмотрим Ему надо подумать, видите ли В смысле, он и малый На беспризорника не похож Откуда он такой взялся? Ну что ты завелся-то, не могу понять Ну вышли с тобой, погуляли немножко Вот и все И не надо так А то как бы с тобой чего не вышло Да лучше бы и вышло Да пойми ты, Эстер Не нравится мне все это В чужом перу, похмелье Так что давай объяснимся с тобой раз и навсегда Тебе ведь Артура нравится, правда? Да перестань ты Вы поживее, а то ведь сеанс начинается Не суетись Куда тебя спешить? Да ладно, ладно А ты лучше расскажи ему, наконец Что у тебя было с этим Артура Может тогда мы все билеты сможем взять А че ты лезешь-то не в свои дела? Успокойно, спокойно, девочки Успокойся ты, Эстер Вот именно Ты своей смертью хочешь умереть? Или по-другому? Ну ладно, ладно, своей, конечно Не надо горячиться, портить вечер Все Вот так бы и давно Но пошли Э, послушай, а че ты к нему цепляешься-то? Ты лучше на свою чувиху посмотри, какая она у тебя Посмотри, какая Так, а теперь ты у меня получишь Я тебе говорю, сейчас получишь Да уймись ты, наконец, Эстер Уймись, я тебе говорю Ты меня защищай, а не ее Два билета, пожалуйста Ты с кем в кино ты пришел? Со мной или с ней? Ну чего тебе такого купить, чтоб ты успокоилась? Выкладывай все Меня не обманешь Нечего, мать, заду ручку держать Что у тебя случилось? Не за молитвы ведь тебя подстрелили Ну опять ты за свою маму Я ведь уже не маленький Я ведь сказал уже тебе, ну Не поладил я там с мужиками Давно, правда, это уже было Ну Ты не надо, ты не беспокойся Подожди, подожди С какими такими мужиками? Это с какими мужиками? Ну с какими С хулиганином там Они не из Дежды Из другого района Из одной девочки все вышло Мужик один завелся Узнал, что она со мной ходит Ну и мне ногу и прострелили Они свои уже получили Так что все позади Это правда, что ты говоришь Ты не обманываешь меня? Ты ничего не скрываешь? Да будет тебя, мама За кого ты меня принимаешь? Что я, бандит какой? Гангстер из Чикаго? Ты же прекрасно знаешь Я сейчас вращаюсь совершенно в другом мире На ответственной работе Клево платят Люди там совершенно другие Не то, что шпана это Шваль Я ведь с ними давно завязал Это был Просто несчастный случай Ну, было, ну, с кем не бывает Шпана она и есть, шпана Не обращай внимания, мама Ну, это так Дай бог, чтобы так оно и было Сынок, сынок Ведь если я узнаю, что ты Встал на плохую дорожку Я не переживу Если с кем-нибудь из вас Случится что-нибудь плохое Значит, ты лгал? Ты всегда мне лгал? Габи, ради бога Я тебе все объяснил Я уже собирался тебе рассказать Поэтому и пришел сюда Но так ей ничего и не сказал, мой дорогой А с девушками так не поступают, Рикардо Заткнись Значит, ты всегда мне врал Держал меня за одну из твоих девочек Нет, нет А я тебя люблю Люблю Зачем же ты это сделал? Почему? Если я тебя люблю, ну почему? Я ведь люблю тебя Послушай меня, ради бога Не прикасайся ко мне Не трогай меня, Рикардо Ну да я тебе объясню Подожди, стой, не ходи За ней ты не пойдешь Габи, Габи Габи Габи, подожди Подожди, ради бога Я тебе сейчас все объясню Объясню тебе, ну Не надо мне ничего объяснять Мне и так все ясно Отпусти меня сейчас же Не трогай Да нет же, нет Я тебя знать не хочу Ты понимаешь это? Видеть тебя больше не могу Не хочу тебя видеть Да подожди, ради бога Выслушай меня Ведь я люблю тебя Прошу тебя, выслушай Ты пойми меня Я люблю тебя Послушай меня Я тебе все объясню Отпусти меня Я тебя ненавижу Ты все врал, врал Ты просто лжец Оставь меня в покое Да нет, нет Ну зачем ты так со мной? Дай мне все объяснить Умоляю тебя Успокойся ты, ради бога Выслушай меня Мы можем поговорить спокойно? Можем? Ну ладно Ладно, Габи, Габи, Габи Габи Прошу тебя, Габи Габи, ну Всегда кто-то под ногами путается Габи Никогда никого в коридоре нет А сегодня Надь Привет, папочка Ну поцелуй же свою дочь Сара? Это все Сара Столько времени не виделись И только Сара Ну ладно Проходи, присаживайся Как поживаешь? Хорошо Вот приехала туда Где мне и полагается быть Тебя это удивляет? Да нет, нет Рикардо мне говорил Что ты приехала А ты этому не рад, папа? Не рад приезду своей невесты? Знаешь, давай не будем Не надо переигрывать, Сара Что ты здесь делаешь? Зачем ты приехала? Зачем? Что, действительно здесь Габриэла? Была Вылетела как пуля отсюда А за ней Рикардо выскочил Понимаешь? Господи, опять что-то произошло У меня есть подозрение на одну блондинку Элегантная Вся такая из себя Пришла Она спрашивала Габи Ну, конечно Это она Она к нам в офис тоже заходила Говорила, что является хозяйкой всего этого Ничего себе Ну и заваруха будет здесь Господи Значит, так оно и есть Эта женщина много значит в жизни, Рикардо Ах, Габриэла, Габриэла Ну и не везет же тебе Черт возьми И почему я ему поверила? Почему? Разве так можно было? Что вы говорите, сеньорита? Нет, нет Ничего, ничего Мне надо в чакаиту Я его супруга Любовница Подруга И жена Законная жена Между прочим И так будет всегда Я его жена И буду ей всегда А ты просто Одна из его девок И ты не устояла, Габриэла Стала еще одной куколкой Из его коллекции Нет, нет Это не объяснение для меня Я тебя Достаточно хорошо знаю Так что говори Зачем ты приехала И почему вернулась именно сейчас С какой стати? У меня на это есть полное право, папа Рикардо мой муж Мы с ним одна семья Я не понимаю, что тебя так удивляет Ведь когда идешь под венец Там говорят И пойду за мужем своим Буду там, где бы ни был он И в горе, и в радости И под дождем, и под снегом И так далее И тому подобное Ведь это так, папочка Не правда ли? Ты совсем не изменилась, Сара Я-то надеялся, что с годами Ты станешь другой Но нет Нет Ты все та же Знаешь же У тебя ничего не получится Рикардо Рикардо свободный человек И он вправе начать новую жизнь Ты не сможешь помешать Ты уверен в этом, папочка? Ты что, забыл, что Рикардо все еще мой муж? Мой дорогой муж Он с тобой разведется Ну, это мы еще посмотрим Папуля А вот и он Как хорошо, что ты пришел, милый А мы тут с отцом разговаривали Ты знаешь, он говорит, что я ничуть не изменилась А ты что скажешь? Изменилась я? Чтобы я теперь когда-нибудь поверила мужчине Никогда, мама, ни одному из них Ни одному Понимаешь, мама Разве можно было быть такой наивной? Он же меня просто обманул Он просто посмеялся надо мной Господи Как же он мне мог солгать? За что? За что? Господи Только, знаете, давайте откровенно Сара должна объяснить, зачем она приехала И почему именно сейчас Но, папа Не называй меня так Я этого не выношу Не надо так, отец Зачем ссориться? Зачем? Это балаган Пора снять маски И спокойно обо всем поговорить Выяснить все раз и навсегда Я думаю, все же, что это касается только мужа и жены Правда, папа? Ах, простите, сеньор Федерико Извини, отец Оставь нас, пожалуйста, наедине Не беспокойся Не беспокойся Оставь нас вдвоем Спасибо, Рики Мне больно тебе говорить Но нельзя же никому позволять вмешиваться в нашу жизнь Нельзя Так не должно быть В нашу жизнь? О какой такой жизни ты говоришь? Ты что, так ничего и не поняла? Открой глаза Что с тобой? У нас никакой жизни уже давно нет Кончилась она Пойми ты это Ну, как тебе еще объяснить? Между нами уже ничего нет Все кончено, Сара Нет, Рикардо, нет Не говори так Не надо так говорить Не надо Я просто Я просто этого не вынесу Да послушай ты Ради Бога Только не надо так Не надо Пойми ты, наконец Мне так же больно, как и тебе Значит, тебе больно? Тебе больно? И где же эта боль проявляется? В объятиях Габриэла Грубер? Когда ты с ней в постели? Да? Да пойми ты, нельзя ведь путать одно с другим У нас с тобой все было давно кончено Еще задолго до ее появления Нет Нет Я ничего не знаю Ты Ты просто меня бросил? Ты оставил меня одну Там, в больнице Где я корчилась от боли Ты бросил меня И теперь снова собираешься бросить Хочешь опять меня одну оставить? Это несправедливо, Рикардо Рикардо, ты загубил мою жизнь Сара, извини, конечно Извини Но я так больше не могу Рикардо, не оставляй меня одну Не оставляй Я не смогу, нет Я не выдержу Я не выдержу Я не переживу этого Если ты меня бросишь Нет, Рикардо 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 Я прошу вас, сеньора Консуэло Верьте мне Ничего объяснить я не могу Но нам лучше сохранять некоторую дистанцию пока Габи, я люблю тебя, девочка моя Я люблю сильнее, чем прежде Я делаю все это ради тебя Всего на несколько дней Неужели ты думаешь, что я смогу жить без тебя? Подумай Негодяй Лжец Теперь ясно, почему ты не мог со мной встречаться Все из-за нее Из-за нее А ты сама-то Дурочка Габриэла Грубер Боже мой, мамочка Как я ей все это скажу? Как мне ей это рассказать? Субтитры создавал DimaTorzok